Приветствую вас, мои драгоценные, на нарративном раскладе. Сегодняшняя наша тема «Он хочет тебе признаться». Что-то будет у нас из потока, что-то про ваши отношения с неким человеком. Кто это конкретно, для кого этот расклад, сейчас мы с вами поймем из первоначальной сигнификации. Спасибо огромное, друзья, вам за поддержку канала, за поддержку добрыми словами, за поддержку подпиской, конечно же, донатами, финансовую поддержку. Пускай все вернется многократно. Огромное вам спасибо. Итак, «Он хочет тебе срочно признаться». Итак, кто вы, кто он и что сейчас между вами происходит, чтобы понять вообще ваша эта история или нет. У вас сейчас какой-то период такого невероятного, даже, может быть, в каких-то моментах страшного осознания, прозрения, на какую-то ситуацию вы посмотрели совершенно иначе, смена ракурса, смена отношения, может быть, даже смена какой-то принципиальной позиции. Ну вот, прям буквально, как солнце из-за туч вышло, с глаз упала пелена, да, и все стало ясно. Ну, поскольку мы понимаем, что все очень относительно, да, и все меняется в зависимости от контекста, от точки зрения, от того, где вы как раз сейчас находитесь, да, откуда вы смотрите. Но в любом случае это как будто бы такая смена парадигмы для вас. Вот прям вот такой вот шок даже определенный в том смысле, как вы теперь смотрите на ситуацию. Загаданный человек. У загаданного человека как будто бы открылись новые перспективы. Это человек, который даже, может быть, уже и не надеялся о том, что у него есть какие-то хорошие шансы на реализацию своих задумок. А тут вдруг у него появились и ресурсы, и возможности, и вот этот вот горизонт планирования явно как-то увеличился, да. Не то, чтобы человек вынужденно живет одним днем. При этом он себя чувствует, может быть, даже каким-то новичком. Человеком, может быть, не до конца понимающим, что происходит. Человеком, не обладающим до конца всей информацией. Но при этом у него есть какое-то любопытство, интерес, жажда познания. Что между вами? Между вами миз-альянс, знаете, какого рода. Даже если между вами когда-то выстраивались какие-то отношения, вполне реальные, физические, у вас не получалось взаимодействовать на равных. Не было паритета, не было взаимоотношений взрослых-взрослых. Там кто-то стремился доминировать, да. Кто-то кого-то гиперопекал. Либо это отношение родителей-ребенок и в ту, и в другую сторону. То есть, как будто бы вот такое вот желание немножечко за другого человека. Что-то решить, как-то повлиять на его решение. Как будто бы не было такой возможности принять человека таким, какой он есть. И вот этого общения на равных по какой-то причине не получалось. Такая первоначальная информация. Если это вам что-то напоминает, давайте посмотрим. В чем же он наконец решил вам признаться, этот человек, если вы его узнали по сигнификации? В чем он решил вам признаться? Он признаться хочет, но видите, как тяжело идет карта. Тяжело в этом признаваться. Ему тяжело признаваться, что он чувствует себя безоружным в отношениях с вами. Он чувствует себя как будто бы маленьким, очень уязвимым, ранимым. Ему сложно вести себя как человеку ответственному, взрослому. То есть он добровольно как будто бы находится вот в таком состоянии одурманенности, грез и мечтаний. Что еще ему не дает покоя? В чем он хочет вам сейчас признаться? Он хочет вам признаться, что его просто одолевает вот это состояние руминации, постоянной мыслительной жвачки, невозможностью отвлечься от мыслей о вас. То есть у него есть какой-то такой, знаете, повторяющийся литмотив мыслей про вас. Он не может сам выпутаться из этого лабиринта, из этих коралловых рифов, которые он себе в голове соорудил. Ну и как будто бы сам стал в какой-то момент заложником своих этих иллюзий, своего вот этого вымышленного фантазийного мира. Что еще он вам хочет сейчас рассказать, в чем он хочет вам признаться? Он хочет вам признаться, что несмотря на то, что у него появились какие-то реальные перспективы, в плане как раз его реализации, может быть, его какого-то профессионального становления, довольно часто его посещает желание спрятаться ото всех, убежать на край света, оказаться на необитаемом острове. Есть ощущение запутанности, непонимания, что происходит. То есть я в домике, я в безопасности, я хочу скрыться, я хочу, чтобы ничто внешнее меня не беспокоило. Что, может быть, он хочет вам рассказать про свои лирические, романтические чувства? В чем хочет еще признаться вам? В его жизни есть какая-то история, какой-то такой, знаете, бэкграунд, какой-то такой тяжелый шлейф прошлого, который за ним тянется. Это такой очень тяжелый камень на его душе. Это что-то такое застывшее, что-то такое забронзовевшее, тяжелое, от чего он не может отказаться. Что-то, что уже, в общем, даже в какой-то степени покрылось пылью и паутиной, но как будто бы все это либо продолжает тянуть его назад в прошлое, либо не дает ему оторваться и двигаться вперед. Есть какая-то живая часть его, которая хочет куда-то двигаться, что-то выстраивать, поступать именно как человек молодой и перспективный, но есть какая-то большая скрытая часть в его душе, в его подсознании, в его прошлом, которая очень таким тяжким грузом лежит на его душе и как раз не дает возможности ему свободно двигаться. А что это за тяжкий груз? Давайте спросим. Тяжкий груз прошлого. Это что такое? История прошлых отношений. История взаимоотношений может быть с ребенком, может быть нереализованное родительство, какой-то неудачный опыт отцовства, возможно. Очень тяжелая рана, нанесенная человеку слабому, человеку, который от него зависел в какой-то момент. И вот сейчас как будто бы вот эти мысли гнетущие, они постоянно догоняют. О том, что когда от меня кто-то зависел, кто-то во мне нуждался, я ему либо что-то недодал, либо проявил себя, может быть, не очень благородно, не проявил себя как человек достойный. То есть, с одной стороны, это вызывает и очень много нежных чувств, с другой стороны, это вызывает чувство печали. Что еще? В чем еще он хочет вам сейчас признаться? Он говорит, я уже нашел решение. То есть, ключ уже вставлен в замочную скважину, осталось только повернуть, открыть и выйти. То есть, решение уже найдено. Но либо не хватает какой-то решимости для того, чтобы сделать вот это вот последнее движение, для того, чтобы ситуация каким-то образом радикально поменялась. Либо есть какой-то страх, что там за этой дверью возникают какие-то новые обстоятельства, к которым я не готов. Это признание в том, что человек сейчас находится на каком-то очень важном рубеже своей жизни и находится в состоянии нерешительности. То есть, осталось только одно ловкое движение. Но что-то человека останавливает от того, чтобы это движение совершить. В чем еще он хочет вам признаться сегодня? У него есть какая-то невероятно мощная, масштабная, заветная мечта. И как раз есть ощущение, что сейчас он очень близок к ее осуществлению. То есть, это как будто бы опять у нас продолжение вот этой вот карты, этого сюжета. Это только протяни руку, только поверни ключ в замке, да, и у тебя в руках окажется то, о чем ты так долго мечтал. Но это вот именно вот состояние такое за секунду до этого желаемого, за секунду до осуществления этой мечты. Вот он как будто бы стоит сейчас на пороге принятия очень важного решения, которое может на самом деле сделать его невероятно счастливым. Что это за желание? Может быть, он нам расскажет. Может быть, он признается, о чем он так неистово мечтает. Да, все-таки детская тема. Это человек, который очень мечтает обрести семью. И тут прямо сквозит история про нереализованное родительство. Это человек, который хочет заботиться, хочет быть нужным, важным, значимым, хочет наслаждаться этим своим положением. Человек дозрел до того, чтобы наконец обрести в своей жизни отношения не про сиюминутные сексуальные наслаждения, а про обретение тепла, дома, заботы, надежности, стабильности, уверенности в завтрашнем дне и огромное невыразимое желание организовать какую-то вот эту счастливую жизнь для своих близких. Кстати говоря, здесь может быть подсказка о том, что кто-то либо узнал о беременности, либо планирует эту беременность, либо сейчас чаще всего как раз его посещают мысли о том, чтобы все-таки реализоваться как родитель. Вот эти карты, они как-то очень тут перекликаются. Ну и в чем еще он хочет вам признаться сегодня? Довольно откровенный сегодня у нас расклад. Ну и, конечно, наконец-то хочется обрести покой, хочется обрести ощущение дома, какой-то хорошей такой заземленности, успокоенности, тихой гавани, каких-то благословенных мест. Он хочет с близким человеком выстроить какое-то такое пространство, которое будет давать ощущение внутренней опоры, поддержки, ощущение счастья, радости, гармонии. С вашего позволения, я поинтересуюсь у Вселенной Высшего Разума и коллективного бессознательного. Связывает ли все эти мечты загаданный человек с вами? Как это вообще связано с вашей персоной? Вот вы и он. Какая карта в будущем может обрисовать ваш союз? Это очень мощное, стремительное движение. Это прорыв. Это покорение новых горизонтов. Это невероятные высоты. Это будущее. Поэтому все, что связано с вами, у человека совпадает именно с ощущением будущего, которое привнесет колоссальные изменения в его жизни. Если вы в этом заинтересованы, дорогие мои, я желаю, чтобы это реализовалось в вашей жизни как можно скорее, легко и радостно, самым наилучшим образом. Да будет так. Ну что ж, мои милые, вот такой сегодня получился нарративный расклад на тему, в чем он хочет вам срочно признаться. Делитесь, пожалуйста, своими впечатлениями. С большим удовольствием все читаю. Спасибо вам огромное за лайки, за оформление подписки, за донаты, финансовую поддержку моего канала. Пускай Вселенная щедро благодарит вас в ответ. Если вам нужен личный расклад, находите меня в ВКонтакте или по почте. Там я расскажу, как это можно организовать. Огромное спасибо, мои милые, что были эти несколько минут вместе со мной. Берегите, пожалуйста, себя. Берегите своих близких сегодня и всегда. И непременно приходите на новый нарративный расклад. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова